Запрет изымать домашних животных за долги и поправки в закон об обращении лекарственных средств и основах охраны здоровья граждан, принятый в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы. Как проходило заседание, расскажет наш корреспондент. Законопроект о регулировании аптечных сетей устанавливает обязанность организации обеспечить покупателям доступной информации о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентного наименования. А также вводится понятие «передвижной аптечный пункт». Предполагается, что передвижные аптеки будут востребованы особенно в сельской местности. Их наличие позволит доставлять медикаменты, обеспечивая надлежащий уровень их хранения в самые отдаленные населенные пункты нашей страны. И это тоже будет способствовать в конечном итоге снижению цен на продукцию фармацевтической отрасли, фармацевтической промышленности. Еще один законопроект, который был принят в первом чтении, коснулся запрета изымать у граждан должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Конфискация питомцев негативно влияет как на самих животных, так и на их владельцев. Ведь по статистике 83% граждан считают домашних животных членами семьи. Мы считаем абсолютно правильно запретить судебным приставам изымать домашних животных, и это же поддерживает все зоозащитное сообщество. Домашние животные — это член семьи, вне зависимости от того, как это расценивает гражданский кодекс. И запрет на взыскание долга не должен распространяться на кошек, собак и прочих домашних животных. Кроме того, на пленарном заседании депутатами был рассмотрен ряд попраг в действующие законы. Так Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и других силовых ведомств. О внесении изменений в статью 90 со значком 3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за неповиновение сотруднику полиции и другим сотрудникам правоохранительных органов. Также в третьем чтении депутаты рассмотрели изменения в административный кодекс. Госдума приняла закон о штрафах до 6 миллионов рублей за неисполнение операторами связи положений закона о суверенном интернете. Документом вводится административная ответственность за нарушение положений закона об обеспечении устойчивости интернета на территории Российской Федерации. Речь идет о том, что некие организаторы связи, которые не соглашаются с тем, что их абоненты, миллионы абонентов, могут в какой-то момент времени, например, в какой-то день лишиться интернета, они с этим не согласны и их будут за это штрафовать. Всего в феврале депутаты должны рассмотреть 70 законопроектов. В календарь работы Думы также вошли 34 правительственных законопроекта. А следующее пленарное заседание состоится 18 числа. Продолжение следует...